Индустриализация позволила обеспечить полную занятость трудоспособного населения и в то же время поставить его под контроль. Именно в 30-е годы были заложены социальные основы советского рабочего класса, но класс этот с самого начала формировался под жестким социальным контролем. В 32-м году были введены обязательные паспорта, была ужесточена трудовая дисциплина. С ноября 32-го года неявка на работу без уважительной причины каралась увольнением, после чего человека лишали продовольственных карточек и выселяли из квартиры. На первый взгляд кажется жестоко, но дело в том, что поскольку рабочий, вот немецкий рабочий был дисциплинирован, он формировался 100 лет. Что такое советский рабочий в 30-е годы? Это вчерашний крестьянин. В деревне он был под контролем своих односельчан. Все знали, чем кто занимается. Человек приходит в деревню, социальная анонимность, делай что хочу, контроля нет. Отсюда пьянство, хулиганство, бытовое разложение. Захотел, пришел на работу, захотел, не пришел. И режим взялся очень жестко за наведение социальной дисциплины. Нужно сказать, что до конца социальную дисциплину в советском обществе, даже сталинскому режиму не удалось решить этот вопрос. В 40-м году, но это было связано с войной, с подготовкой к войне, рабочий утратил право перехода на другое место работы без разрешения администрации. Это было отменено только в 55-м году. Но, как говорил масон Новиков в конце 18-го века, суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Люди все равно обманывали систему. В этом отношении у нас никогда не было такого орденга, как в Третьем Рейхе, где было все очень четко, где местное население... Дело в том, что гестапо, например, оно было очень небольшим по численности институтом, социальной организацией. Но это компенсировалось тем, что народ стучал друг на друга, и то, что у нас считается стуком, в Германии считается выполнением своего долга. Это нормальная вещь, вплоть до сих пор. Например, однажды, когда я читал лекции в одной из немецких земель, я приехал в гости к своим знакомым. Он немец, она русская, которая вышла из него замуж. И у них на небольшом участке в городе, в столичном городе этой земле, я увидел такую небольшую миску, которая стояла на участке. Я спросил, зачем миска? Они говорят, собираем дождевую воду. Я говорю, а что, покрупнее ничего нельзя, вот бочку поставить. Они говорят, по законам земли, вот этой немецкой, это нельзя. Я говорю, ну, поскольку русский человек, ну и что, что нельзя, мало ли что, вы на своем участке, поставьте и все. Они говорят, соседи сообщат в полицию тут же. Я говорю, а с соседями плохие отношения? Говорит, нет, замечательные, но в полицию сообщат немедленно. Это вот вопрос к вопросу о социальном контроле, но это характерно не только для Германии, это вообще характерно для западного общества. Когда я жил, например, в Америке, у меня в контракте, я снимал дом, и у меня в контракте было записано, что раз в две недели я должен косить траву, такой, так сказать, такая косилка. Вот, это вообще очень приятная вещь, удовольствие, но это было в штате Нью-Йорк, а я уехал читать лекции сначала в Канаду, оттуда, а потом в Ельский университет и две недели не косил траву. Я приезжаю, на следующий день звонок, хозяйка звонит из штата Кентукки, она уехала туда на год преподавать, ну, обычный, так сказать, фальшивый американский разговор, хао-аю, там и так далее, как будто тебя вообще всю жизнь любят. Потом спрашивают, господин Фурсов, профессор Фурсов, а почему у них кости траву, как записано, говорит, я только что приехал, изъела, да-да-да, я говорю, а откуда знаете? Ну, говорит, я договорилась с соседями, они следят за этим и сообщают мне, как вы выполняете обязательства контракта. Говорит, вы замечательно выполняете, ну, вот траву не покосили, я говорю, ну, ладно, я завтра покажу траву. Но я понял, что вот это и есть горизонтальный социальный контроль, горизонтальный социальный контроль, когда, ну, конечно, в Америке не так, как в Германии, там очень круто в этом плане. Вот, кстати, в протестантских странах, это до сих пор, например, в Голландии, там не принято даже на первом этаже занавески вешать, потому что предполагается, если ты вешаешь занавески, это пошло с 17 века, значит, тебе есть что скрывать. Так что, вот, у нас это не получилось, даже в сталинский период. И вот эта вот жесткая система, это была попытка создать социальную дисциплину. И вот, когда я говорил в 70-е годы с пожилыми уже инженерами, они, кстати, очень хорошо к этому относились, они говорили, иначе с рабочими было не совладать, которые чуть что говорили, мы егемон, мы пролетариат, да пошел ты. И вот эта социальная дисциплина, она позволяла каким-то образом решать проблему, но, повторяю, до конца не решила, не удалось заузить русского человека даже сталинской системе. Значит, давайте посмотрим, как вообще жили люди. Карточная система была отменена в 35-м году. Какие были цены? По карточкам хлеб из 165 миллионов горожан получали, вот до 35-го года, до отмены, 40 миллионов человек получали карты, по карточкам хлеб. Мясные продукты получали 6,5 миллионов, масло получали 3 миллиона. Остальное покупалось в коммерческих магазинах, то есть были коммерческие магазины.